В канун празднования Дня Победы на территориях муниципальных образований округа прошли митинги с возложением цветов к памятникам. Жители поселка Искатели чествовали ветеранов и отмечали заслуги всех, кто внес свой вклад в победу у памятника оружия Победы танк Т-34. В митинге приняли участие порядка 150 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, представители государственных и муниципальных органов власти, жители рабочего поселка, трудовые и детские коллективы. А в окружной столице почтили память героев войны у памятника Наринмарским портовикам и самолета Як-Сембе. Для Розы Ивановны Городиловой 9 мая двойной праздник. В этот день она не только будет со всей страной отмечать День Победы, но и свой юбилей. Ей исполнится 85 лет. Роза Ивановна – ребенок войны. 9 мая 1945 года ей исполнилось всего 8 лет. Но она хорошо помнит, как в Наринмаре узнали о Великой Победе. Гремит музыка. Ты слышите, слышите все. Да-да-да, война окончилась. И все бегут. Трибуна тогда была и главное место. Ну, где-то вечный огонь. Дальше вот тут, так называемый, стадионная трибуна была. И туда все бегут, обнимаются, целуются, радуются, плачут. В общем, вот такой. Первый был 9 мая 1945 года. С тех пор прошло 73 года. Отгремели залпы Великой Отечественной войны, унесшие из жизни миллионы людей. Война принесла смерть и разорение в нашу страну. Не обошла стороной и Ниньский округ. Митинг памяти у танка Т-34 стал уже традиционным для жителей поселка Искателей. Это действительно была большая общая победа для всей нашей страны, которая далась неимоверными человеческими усилиями. И сегодня наша задача беречь нашу страну, беречь нашу историческую память, беречь все то, что нам досталось от наших предков. Торжественное возложение цветов прошло и у городских памятников героям войны. Студенты и педагоги Ниньского профессионального училища сегодня по традиции собрались на митинг возле памятника Наринмарским портовикам. Отсюда в 41-м году наши земляки уходили на фронт. Со славной даты 9 мая 45-го года прошло много времени, но 1418 дней и ночей, которые шла война, хорошо помнят ветераны, помнят те, кто ковал победу в тылу, люди, подарившие нам с вами жизнь и свободу. Памятник победы самолет Як-7Б был установлен 8 мая 2010 года в центре Наринмара. Монумент является прототипом героического самолета Як-7Б. Здесь также почтили память тех, кто отдал свои жизни ради спасения и свободы. Сегодня это единственный памятник в округе, наглядно показывающий материальный вклад жителей округа в общее дело победы над врагом. История этого памятника началась 7 сентября 1944 года. Жители Ненецкого округа передали летчикам Беломорской военной флотилии истребитель Як-7Б Наринмарский судостроитель, построенный на свои деньги. В ходе ведения воздушных боев герой Советского Союза капитан Тарасов сбил на нем 12 вражеских самолетов. Сколько лет бы не прошло, сколько эпох поколений не сменилось. День 9 мая будет для нас всегда главным священным праздником. Мы всегда помним наших героев и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. И эта память делает нас сильнее, помогает понять, насколько хрупок мир, как цена каждой человеческой жизни. В дни праздничных торжеств по случаю победы именно у памятников жители округа дают дань уважения павшим. И тем, кто выстоял тяжелые военные годы на фронтах. Тем, кто ковал победу в тылу. Тем, кому мы благодарны за возможность мирной жизни. Всего за годы войны из Нейнского округа были призваны на фронт почти 10 тысяч человек. Это каждый четвертый житель округа. Более трех тысяч человек не вернулись с войны.